Слава Украине! Привет всем от Полонского! Две хорошие новости о новом вооружении, которое то ли уже есть, то ли будет в ближайшее время в Украине. Первое это Skynex. Skynex это уникальная система ПВО, полученная нами от Германии. Я уже когда-то упоминал, что она должна прийти, она уже пришла. Да, и это 35-мм орудие полностью автоматическое, которое может уничтожать ракеты, например, крылатые, дроны, любые абсолютно, авиацию врага, все что угодно. Вертолеты, кроме, скажем так, кроме баллистических ракет, все что угодно. Дальнобойность этого орудия 4 километра и, внимание, скорострельность 35-мм снарядами. Вот такие дуры. Тысяча выстрелов в минуту. Значит, что из себя представляет система? Система из себя представляет 4 орудия, которые находятся, каждый из которых находится на отдельном грузовике и пункт управления. Соответственно, система работает, радар работает на 50 километров. Система засекает, где что летит, в автоматическом режиме наводится и, собственно говоря, дальше обстреливает, дальше уничтожает. Причем это может быть даже рой дронов, если их там будет 10-15 штук. Не имеет никакого значения, будут уничтожены так же, как и уничтожается один-единственный дрон. Что интересно, что снаряды Skynex, они набиты маленькими железными цилиндрами. При подлете к намеченной цели снаряды взрываются и просто решетят дроны или ракеты, или что хотите, вот этими самыми цилиндриками, приводя их в полную негодность. Цилиндрики тоже, да, цилиндрики тоже приходят при этом в негодность. Вот, но ракета дальше не летит, ей уже не хочется никуда лететь, дрон тоже. Понятное дело, что таких вещей нужно нам много. Но, знаете, вот степ-бай-степ, я уже рассказывал, что вот из Греции целая куча старого советского ПВО, надежного, да, окей, но оно старое, да. Вот, там не только старое советское, там есть и американское, Хоуки, да, и С-300, и Тор-М1, и так далее, и так далее. Но вот, видите, это вот Skynex нету на вооружении еще ни одной армии МИДа, насколько мне известно. Мы вообще первые, к кому оно попало, в принципе. И сейчас делают уже следующее и следующее. Так что уже вот в какой-то точке Украины, я, конечно, не могу знать, где именно они стоят. А если бы знал, то не сказал бы, вот, но оно уже работает. И это замечательно, ребята. И второй момент, это по танкам. У нас давно не было обновления по танкам. Но вот пришла такая новость, что по всей видимости нам поставят танки Т-84, нет, это не Т-84, это М-84, это аналог Т-72. Только улучшенный, улучшенный в плане оптики, улучшенный в плане двигателя, улучшенный в плане защиты. То есть, это улучшенные Т-72, произведенные в Хорватии. Они были в Кувейте. Эмир Кувейтский не хотел никоим образом быть причастным к вмешиванию в конфликт Украины-России. Поэтому он сказал, не хочу знать и слышать об этом. Соответственно, он поставляет танки назад в Хорватию. Хорватия доводит их до ума на том предприятии, где их изготовили. И дальше они поедут уже к нам. Речь идет приблизительно о 100 единицах таких танков. Вот, ну, собственно говоря, это танки, которые производились либо в Хорватии, либо, вот я же говорю, бывшая Югославия. И оборудование, система управления огнем Омега-84. Ну, может быть, после модернизации на них еще какие-то вкусняшки более-менее интересные поставят. Так что, вот видите, вот такие вот два. Одно старое, второе новое. Но вот такие вот обновления для ЗСУ.